Азербайджанская республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации, говорится в официальном заявлении Владимира Путина. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России. Всю ночь с аэродрома Ульяновск-Восточный в сторону Кавказа отправлялись борты военно-транспортной авиации с миротворцами. На каждом воздушном судне личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры. Миротворческий контингент Российской Федерации в зоне конфликта определен в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составляет подразделение 15-й отдельной миротворческой мотострелковой бригады Центрального военного округа. Наша бригада особая, миротворческая. В плане боевой подготовки бригады входит подготовка для выполнения миротворческих операций в зонах конфликтов. Такие как несение службы на наблюдательных постах, контроль на пропустых пунктах, а также контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий. В целях контроля соблюдения договоренности сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил. Мы проходим службу в особой миротворческой бригаде, где наряду с обычными дисциплинами проходим подготовку по миротворческой теме для выполнения задач в зонах вооруженного конфликта. Все военнослужащие бригады, это военнослужащие по контракту, с хорошей подготовкой, с поставленной задачей справимся. Россия исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.